Наташа, я знаю, что ты говоришь на английском языке. Ну да, училась в свое время. У нас, кстати, была замечательная учительница в школе. Хороший учитель – это, кстати, всегда 80% успеха. И, кстати, не так давно в Центре Европейских Языков Юникорн проводился конкурс на получение образовательного гранта на изучение английского языка для школьников из социально незащищенных семей. И теперь ребята смогут обучаться языкам у профессиональных преподавателей. И сегодня у нас в гостях директор Центра Татьяна Руданова, а также воспитанники будущие Даниил, Надежда и Андрей. Доброе утро. Здравствуйте. Самое доброе утро вам. В чем же главная идея конкурса? Ну, конечно, поддержать ребят. Есть огромное количество талантливых, одаренных детей, которые очень хотят заниматься иностранными языками, но, к сожалению, бюджет семьи не позволяет оплачивать платные курсы. И поэтому идея конкурса заключается прежде всего в том, чтобы поддержать таких ребят и дать им возможность учиться. А зачем школьники участвуют в конкурсе и что получат лучшие участники? Ну, победители конкурса получили гранты на один год бесплатного обучения, а есть ребята, которые получили грант на три года бесплатного обучения в нашем центре. Здорово. А конкурс впервые этот проходил? Да, да. Это наш первый опыт. Мы давно хотели уже создать такой конкурс, сделать эти гранты. И вот в этом году мы начинаем эту практику и очень надеемся, что этот конкурс, даже не то, что надеемся, а он будет ежегодным и традиционным. Мы – это организаторы. Это организаторы. Это кто? Организаторы конкурса – это Центр европейских языков «Юникорн», наш центр при поддержке Департамента образования мэрии города Ярославля и компания «Еврокнига», которая предоставит ребятам учебное пособие. Татьяна, расскажите подробнее, как проводился конкурс. Конкурс проводился в три этапа. Сначала ребята подавали заявление, оно рассматривалось, анкета. И затем вторым этапом они писали эссе, творческую работу на тему… Какая у вас была тема? Так, ребята, рассказывайте. Почему я хочу изучать английский язык? Почему? В принципе, логично. То есть они должны были доказать, что они действительно хотят заниматься иностранным языком, что им это действительно нужно. Продемонстрируют, что заинтересованы. И что это пригодится в будущем. Конечно, конечно. Это нужно некое целевое использование английского языка. И потом был второй этап. Это уже был очный этап, когда сидела комиссия, и ребята выступали. Они делали презентацию, кто-то делал в PowerPoint, кто-то делал какие-то дополнительные вещи. И они рассказывали, как они могут усовершенствовать свои знания английского языка. То есть что они могут сделать, чтобы их английский становился лучше, лучше и лучше. А кто оценивал? Как оценивались работы? Это была группа экспертов. Это были преподаватели нашего центра, методисты города Ярославля, представители департамента образования и директор компании «Еврокнига». Представительная комиссия? Да. В следующем году подобный конкурс планируется? Обязательно. Как дети могут принять в нем участие? Дети подают заявки, начиная с декабря месяца. Мы принимаем заявление на участие в конкурсе, и подача конкурсных работ идет где-то до 1 февраля. Первый этап идет в феврале месяце, и второй этап – апрель. То есть, пожалуйста, все, кто хочет участвовать, пожалуйста, приходите. Слушайте, ребята, как вы узнали о конкурсе? Да. Данил. Мне посоветовал Завыч по английскому языку, она большая специалист в этом деле. Сказала, прими участие, хорошие призы, хороший конкурс, хороший центр. То есть, вам учителя помогают? Я думаю, что ты, Данила, уже каким-то образом делал успехи в изучении английского языка, поэтому Завыч на тебя сделала ставку. Да, она знает. Ну, то есть, можно узнать в школе, да? Может быть, какие-то еще были источники? Мне рассказала мама, она увидела объявление в центре и рассказала мне, попробуй, может, тебе получится. Андрей, у тебя какая история? Я тоже в школе узнала, мне учитель английского посоветовал. Здорово, какие прекрасные учителя. Вам друзья или семья каким-то образом помогают? Помогали готовиться к так называемым вступительным экзаменам? Да. Каким образом? У меня семья вся морально поддерживала, а мама очень сильно помогала. Она мне помогла формулировать правильно свои мысли и технически помогла с презентацией. То есть, это целая задача для целой семьи, вступление в этот конкурс. Скажите, как вы считаете, какими чертами характера должен обладать человек, чтобы в совершенстве изучить английский язык? Ну, желание, упорство, целеустремленность. А сложно вам? Ну, вообще, иногда бывает сложно. Но интересно. Да. А сейчас уже чувствуется, как вы шагнули вперед по сравнению со своими одноклассниками по-английскому? Ну, пока что. Не знаю, мы еще не начали ведь обучаться. Но когда начнете, вероятно, уйдете очень далеко. Благодаря Татьяне Рудановой и Центру Юликорна в том числе. Ну, что же. Мы благодарим вас за сегодняшний визит в ранний час в нашу студию. И напоминаем о том, что генеральный спонсор программы «Самое доброе утро» – чай Дольчевита. От него и от нас примите, пожалуйста, подарок. Спасибо. Пейте чай. Спасибо. Чай Дольчевита – это аромат успешной жизни. Успешной жизни мы желаем замечательным вашим новым воспитанникам. Сегодня у нас в гостях была Татьяна Руданова со своими ребятами, которые стали обладателями грантов на изучение английского языка. Так что учить английский язык не только полезно, но еще и интересно, как мы сегодня узнали. А мы продолжаем. Самое доброе утро. Спасибо. Спасибо.